Девочки, ещё раз всем здравствуйте! Сейчас я выхожу в эфир, чтобы обсудить с вами тему Мамы-отличника вышел новый ролик Называется «Вернулась в Краснодар» Как мы и все ожидали, да? Заскучала Елена Павловна в Анапе Нечего там больше делать Походила по морю с Тедичкой Отдохнула Немножко отошла Нервы успокоились Подзабылись все стычки с Михалычем И заскучала девушка Ну что же делать? Тут же ещё Юля позвонила Оказывается, нужно приехать в Краснодар Наверное, так думаю, что поступило новое предложение в целях рекламы Прорекламировать новые брюлики-золотишко Это пахнет хорошей денюжкой Классными дорогостоящими подарочками Думаю, какими-то документами ещё нужно ей заняться по поводу своей квартиры Вот она вернулась в Краснодар, как нам оповестила всего лишь на недельку Появилась дома, в квартире Наблюдаем уже нам привычные стены Приятную обстановочку Светленькая классная квартирка Лёва очень доволен Ну слава Богу, ребёнок искренне радуется Мы это видим Какой бы он ни был, всё-таки это ребёнок Он школьник и мальчик рад, что мама вернулась Радости он не скрывает Рассказывает про свои планы, про поступление Хочет стать учителем, да, поступать на бюджет Мы знаем, что мальчик, он достаточно умненький Молодец, эрудированный Впереди ЭГЭ Он рассказывает, делится с нами своими планами на будущее Возможно, будет вести в Ютубе своё какое-то уникальное преподавание детям Молодец пацан, такой современный Держит руку на пульсе Мы приветствуем его Точно так же, как и он у нас Мама отличника Елена Павловна Видно, что тоже женщина очень довольна Всё-таки родные стены лечат, скажем так Приехала домой С Теддечкой уже прогулялась Обнюхал Теддечка Все уголочки, родные закуточки Ну, радости просто полные штаны Много очень зрительниц комментируют её, приветствуют Ну, слава Богу, что приехали Призывают Лёву Лёва, ты же мужчина всё-таки Нужно маму защищать Нужно Михалыча, папу твоего, поставить на место Чтобы он не обижал маму Нельзя этого допускать Ты же уже всё-таки взрослый сын Лёва, как всегда, в юмористической форме Отнекивается, отшучивается А что мне сделать? Зинку наказать? Как можно наказать Зинку, когда тебе 17 лет? Лёва, элементарно можно поговорить с папой Не с Зинкой Поставить ему какие-то условия, да? Объяснить ему вообще Что такое настоящий, серьёзный мужик Глава семьи Как он должен себя вести Как муж, как отец Можно найти какой-то выход Но я вижу, что Лёве как-то всё равно Лёва умыл руки Главное, что кошелёк на ножках То есть, мамочка Прибыла к нему поближе Под крылышко Лёвочка очень доволен Он, кстати, абсолютно, девочки, не стесняется Говорит открыто Что денежки у меня закончились Девчули Оповещает нас И поэтому нужно мне обновить гардеробчик Подкупить новой одежонки себе Брендовой Новые какие-то кроссовочки Обувочки Приехала мамка С толстыми карманами Денюжка шелестит И Лёва в предвкушении, наверное, шопинга Сейчас начнём Лёву наряжать Как обычно это делает Елена Павловна Не за горами, я так думаю Мы будем лицезреть Примерочки Модные луки Вверх, вниз Что нынче носят в Краснодаре Какие бутики мы посетили Где мы были Что нам подарили Эта семья привыкла, что дарят очень много им подарков Потому что они рекламируют эти магазины На стотысячные аудитории Знаем, что у Елены Павловны Больше там уже семисот тысяч зрителей Естественно, это выгодно всем Как маме-отличника Так и противоположной стороне Магазинчикам, бутикам Фирмочкам, которые занимаются Своими товарами И я думаю, мамка тут В предвкушении всяких классных подарочков Девочки, вижу, что квартирка Уже как бы и не продаётся Совершенно недавно Месяц назад Распиналась Елена Павловна Что не надо держаться ни за что Нужно легко прощаться Зачем эта квартира там продала Здесь купила У моря Ради Бога Я ни о чём никогда не жалею Я могу себе позволить И что же мы видим? Прошёл месяц Планы почему-то поменялись Квартиру уже никто не продаёт Есть подозрения такие Что, скорее всего, цена очень завышена Знаете, я зашла Полюбопытствовала У них в риэлторских компаниях На сайтах Краснодара Сколько стоит квартира Она действительно выставлена была на продажу С фотографиями Её можно сразу же узнать Кто смотрит маму отличника И там 10, по-моему, с половиной лимонов Русскими деньгами Говорят все, что это очень высокая цена Ну и правда Подобные квартиры с ремонтами точно так же В этом же юбилейном Есть в других ЖК Намного дешевле Девочки, намного дешевле И за 6 с копейками И до 7 миллионов Можно такого же статуса квартиру купить Такой же площади Очень дорого Поставили очень высокую цену Покупателей не нашлось И мы тут же в воздухе переобулись И уже слышим от Елены Павловны реплики в видео А чё продавать? А чё? Они только в цене растут Вот за это время выросла моя квартира в цене Хотя это, Елена Павловна, не ваша квартира Это квартира вашей дочери Но Елена Павловна нам объявила Я, Юля, запрещаю её продавать Такая недвижимость Видовая квартира Квартира действительно классная Вид потрясающий На этот храм Река за храмом Очень красивые просторы Да, с деревьями С такими полями Ну, красиво, правда Давайте будем честны Вид офигенный просто Раньше вы почему-то, Елена Павловна Не думали про видовую квартиру Все планы поменялись Думаю, что ничего никто продавать не будет Не знаю, как Лёша с Юлей Продадут ли свою квартиру Купили этот домик Где-то на выселках Чёрт знает где Как они говорят В станице Я не понимаю этого выражения Какое-то задрепозное село Улочка Это как в каком-то гетто С двух сторон Эти коричневые заборы Узкий такой проезд Ни черта там нету Мне как-то вообще там неуютно Зачем нужен был этот переезд С какой целью Они озвучивали, что очень мало места в квартире Намного больше места в этом доме Я не заметила Ребёнка возят Долгое время Переезд этот до Краснодара В одну сторону час В пробках стоят Учитываем, да Назад тоже Зачем? Какой в этом смысл? Юле очень нравится немецкая деревня Показывала она немножко нам окраину Где река Где лебеди Где гуси плавают В выходные дни люди проводят Кормят птиц Отдыхают на лавочках Красиво, конечно, очень Но тогда Зачем нужно было эту хатынку покупать? Хотя и новострой, да? В станице Ну, я как-то слабо понимаю Может быть, что-то вы знаете больше Давайте в комментариях напишите Расскажите, поделитесь Нелогичные поступки Мечутся туда-сюда Посмотрим, как будут продаваться их квартиры Ощущение у меня такое Что этот домик в станице Они так же сбагрят Ну, за безнадобностью, девчонки Зачем он им нужен? Ну, для каких целей? Непонятно Леша показывает грязь Непроезжая часть Это снега куча Воды куча Ну, снега сойдут Дороги там неблагоустроенные Ну, я не понимаю Правда Я от этого всего очень далека Хорошо Будем смотреть и наблюдать Они хозяева своей жизни А мы всего лишь зрители с вами Девчонки, пишите Пишите комментарии И не забывайте подписываться Вверх пальчики Вниз Как всегда Пишем Ставим лайки Чтобы другие люди тоже смогли Посмотреть и обсудить с нами Видео и ролики Мамы-отличника А также Самвела Адамяна Жду с нетерпением Сева, Алёк Где ты пропал? Севочка Мы ждём Все как бы Посудачить Посплетничать Вечером кофеёк Нежелательно Поэтому Наливаем Девчонки Все душистый чаёк Достаем Пироженку Печеньку И с удачем с вами Разговариваем по душам В хорошей дружеской атмосфере Каждый у себя на кухне Десять минут Можно выделить Чтобы всем Нам собраться В дамской компании Опять не прощаюсь До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok